В общем, я решил, что не могу больше об этом молчать. Я должен с тобой этим поделиться, поскольку ты человек, который знает меня лучше всего на планете. Мы с тобой через многое прошли, через столько мучений и лишений. Ты была свидетелем всего, что происходило в моей жизни. Мы с тобой вместе отслужили в армии. И у нас с тобой погибли наши оба отца. Да, странно, что у меня было оба отца. Но третий жив. Да, и мы с тобой вместе лечили его. Когда его укусил кот, и он заболел бешенством. Ну, кот заболел бешенством от того, что укусил нашего с тобой третьего отца. Но я открыл окно не для того, чтобы выпрыгнуть из него. Я продолжу. Все дело вовсе не в этом. Я слишком сильно опечален и раздосадован. И сложно передать словами мое горе. Но, тем не менее, я постараюсь, поскольку я не какое-то косноязычное быдло. Я вполне высокоинтеллектуально развитый интеллигент с богатым вокабуляром, лексиконом, способный моментально выстраивать предложения, обогащая их депричастными оборотами, богатыми метафорами и так далее. Впрочем, я сейчас пытаюсь одновременно унять трепет от того, что выказываю внимание тебе, рассказывая и делясь с тобой чем-то весьма для меня сокровенным. Но одновременно я пытаюсь банально не расплакаться. Пытаюсь держать себя в руках, несмотря на то, что это невероятно сложно. Ну что же. Со мной произошла некоторого рода трагикомедия. Драма. Явно не лишённая напряжённых моментов. В общем, да, действительно, это драма, это трагедия. И по мотивам как раз-таки этого происшествия можно было бы поставить полноценный спектакль в Большом театре. Правда, я боюсь, что очень многие зрители оказались бы затоплены собственными же слезами. В общем, несколько сложно об этом говорить, но я тебе доверяю. Поэтому ты прочно и твёрдо убеждён в том, что ты поймёшь меня и что ты с благодарностью примешь это моё рвение с этим поделиться. И ты поймёшь... И ты, наверное, разделишь эту гнетущую меня боль, что действительно мы с тобой переживём это вместе. Так что же... В общем... Совершенно недавно я вступил в отношения. Да. Я, наконец-то, стал человеком, обременённым тем, что называется партнёром. Да. Да-да-да. Всё именно так. Абсолютно точно. И совершенно верно. И знаешь, тот человек, которого я выбрал спутником в своей жизни... Она оказалась поражена таким явлением, как биполярное расстройство. Ввиду чего постоянно устраивает мне приключения и незабываемый аттракцион, именуемый в простонародье эмоциональными качелями. Постоянные интриги, скандалы, расследования, истерики, паники. И такое ощущение, что это не биполярное расстройство. Да, маниакально-депрессивный психоз, а именно худшее его проявление. То есть, в подавляющем большинстве случаев это именно неприкрытая агрессия в отношении меня. И ничего кроме, что все взаимодействия основаны исключительно на этом. На уничижении моей персоны, втаптывание этой самой скромной персоны в грязь. В... Беспощадно, настолько беспощадно. И в этом своем желании она настолько незыблема, что не приступится ничем. И не будет на ее пути никаких препятствий. И она не приемлет для себя никаких авторитетов. Что она сметет все подчистую и полностью, камня на камне не оставив в этом своем громогласном желании избавиться избавиться от меня, как того, что вы именуете личностью. То есть, полностью стереть все мое представление о своем внутреннем естестве. И вот, постоянно я пытался бежать от этого. Но, скорее всего, что я бежал именно от того, что, как мне казалось, меня наполняло. Оно действительно переполняло меня. И было настолько избыточным, что часто проявлялось наружу. И это сложно назвать хоть чем-то человеческим. И поэтому я всячески пытался оградить себя от всего этого ужаса, от этого земного тяготения, ограниченного нашим естеством, заключенным в эксистенцию обычных человеческих людских страстей. Что, мол, мы все люди, поэтому нам не чуждо и нам свойственно все вот это вот обыденное и приземленное. Да? Если ты понимаешь, о чем я. И поэтому я постигал искусство отшельничества. Но, тем не менее, все равно ей удавалось меня находить и обезвреживать это мое проявление. Все оказалось безуспешным. Все попытки тщетны и ничем в рассудительном не увенчались. Ах, ей постоянно удавалось меня находить и продолжать надо мной издеваться. И устраивать мне истерики, постоянные непрекращающиеся скандалы на ровном месте, безосновательные. Да. Я, конечно, не предвзят. Я ни в коем случае не собираюсь кого бы то ни было, в чем бы то ни было, обвинять. Но я понял, что несколько истощен из-за всего этого. Невыносимая усталость. И больше... Это единственное, да, пожалуй, единственный субстрат, единственное наполняющее меня. Это даже не чувство, это абсолютнейшая пустота. Ведь тебе доподлинно должно быть известно, что это собой представляет, что когда ты встречаешь абсолютно пустого человека, не истощенного, да, там, не... не обстощенного, а именно пустого, то когда ты сталкиваешься с этой абсолютнейшей пустотой, тебе хочется максимально от этого оградиться, оградиться, отстраниться, абстрагироваться, сегрегировать себя и этого человека как раз-таки по именно этому признаку наполнения или отсутствия этого наполнения, то есть нулевое наполнение. И тебе хочется поскорее забыть об этом неудачном опыте и наполнить себя чем-то вдохновляющим, чем-то пояснение значимым, с кем-то познакомиться, что-то прочесть, что-то посмотреть, что-то узнать. Так вот, именно это со мной произошло. Я стал настолько пуст, настолько разбит и раздавлен. Но все равно мне не оставили никаких шансов. Меня решили не звести до атомов. И вот в очередной из таких случаев, когда мы разговаривали по телефону и ругались. И я в порыве неприходящего агнста вот этого непоколебимого и ничего не прощающего гнева разбил телефон о стену. И вот я спрашиваю твоего совета. Как ты думаешь, какой лучше телефон купить? Айфон или, может, Xiaomi или там Realme или Honor? Правда, скажи, вот я не разбираюсь, какой телефон лучше купить? Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова